...предприятия, и на сегодняшний день наши проблемы остаются нерешенными. Я хотела высказать, что такой... Секундочку, подойдите к микрофон. Меня зовут Ирина Федосова. Я признательна за повтор, который вы мне даете. Днем я не смогла до конца второй вопрос обсудить, а для меня он очень важный. Как вы уже сказали, 5-6 тысяч проживает в Апултин. Огромное количество на том предприятии, на Каховке. Люди изначально отдали свою жизнь предприятиям градообразующим. И на сегодняшний день генплан — это наше сердце, это наше чаяние. И мы не вошли в генплан. И я хотела выступить перед всеми и сказать, что прошу администрацию добавить дополнительное слушание, повоевать, добиться включения в генплан оболдена торт-предприятия и Каховку. Потому что без этого не решится наш вопрос. А если сейчас это не сделать, это отодвинется на многие годы. И мы не сможем приватизировать нашу землю по амнистии. И я это хотела сказать, но, к сожалению, не успела. Простите, что по вопросу домов слишком, ну, скажем так, эмоционально немножко ушла в сторону. Но оболдена — это чуть ли не 70% нашей, как бы, дополнительной жизни. Потому что люди там отдыхают, и люди там каким-то образом пытаются выжить. И там основная масса наших королевцев. И если мы сейчас не добавим дополнительные, ну, как бы, деньги в слушание, следовательно, это не будет утверждено без включения оболдена. Поэтому я ставлю вопрос. Пусть сейчас немного людей здесь осталось из оболдена. Просто, пожалуйста... Я вас понял. Все, спасибо. Включите оболдена. Спасибо. Скажите, пожалуйста, перед тем, как Олег Александрович начнет отвечать на вопросы, с учетом того, что у нас сегодня последнее публичное слушание по проекту генерального плана, есть в зале те, кому не дали высказаться, задать вопросы? Нет. Вы выступали уже. Благодарности, пожалуйста, в письменном виде. И так все-таки их было очень много. Пожалуйста, слово предоставляется председателю комиссии по публичным слушаниям Даниленко Олегу Александровичу. Спасибо. Традиционно отвечу на вопросы. Мы с Юрием Анатольевичем поделили по вам. Действительно, мы уже 8 часов сегодня выступаем, слушаем выступления, очень много эмоций. Прошло 13 публичных слушаний. Для тех, особенно для жителей того микроорайона, в границе которого проводят данные публичные слушания, я озвучу те вопросы, которые, может быть, кто-то не слышал. Значит, новый вопрос у нас появился по строительству бани. Он на последних двух публичных слушаний был и сегодня еще раз озвучен. Мы не против, а только за. Пожалуйста, если есть потенциальные инвесторы еще по строительству бани, мы готовы принять, я так понял, сегодня поступило предложение в комиссию по организации проведения этих публичных слушаний, ваше предложение рассмотреть его на комиссии и найти место для строительства таких городских бань общественных. Я думаю, что это не проблема. Значит, по печеночному санаторию. Значит, уже говорили мы на публичных слушаний Сергея Викторовича, в одном из докладов говорил, данный санаторий заброшенный вынесен, внесен в план приватизации и будет выставлен на аукцион, соответственно, с видом разрешенного использования, которые у него будут на тот момент. Значит, по сгоревшей школе на Первомайке еще раз, очередной раз хочу повторить, и школа будет заново восстановлена, построена, школа будет современная, уже завершается проектирование ее, и в следующем году начнется строительство. Соответственно, вторая школа, которая у нас сейчас работает без смены, переедет в эту школу и начнется реконструкция второй школы. Мероприятие, генеральный план, это все прописано. По наболевшему вопросу, наверное, все 13 публичных слушаний сдерживались, то один, то два, то три человека выступало. Александра Ивановна, ушедшая от нас, выступал активно по улице Коммунальной Джаникидзе. Да, действительно, наверное, не действительно, а скорее всего, 4-полосная там не нужна. Улицы, может быть, и 2-х, и 1-полосная не нужна. Но то, что транспортную доступность мы можем рассмотреть, исключив транзит. Я прошу прощения, я надеюсь, что она не безлиминная, но все-таки... Нет, 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 у вас исключили полицию. Давайте объяснение. Да здесь я! Александра Ивановна, вы не победили. Я не подавляю меня. Я думаю, что мы на рабочей группе коллекционного совета рассмотрим данную улицу и предусмотрим, может быть, даже выезды с микроавиона Мечужина, как сегодня было озвучено несколькими выступающими, что в таком виде она, скорее всего, будет востребована. Без, ну, соответственно, и исключить транзит на Олегастаево. По велодорожкам вместо этой дороги. Хорошее предложение. Я думаю, что тоже можно рассмотреть. Если мы эту дорогу будем исключать, и комиссия будет принять решение, направленное в институт, то велодорожку можно будет и Лыжню там тоже предусмотреть, соответственно, в зимний период. По строительству КТРВ. В очередной раз еще хочу сказать, что КТРВ обращалась в город по строительству шести объектов. В итоге из них четыре дома, много квартирных. В итоге и правительство Московской области разрешило строить только два. Поэтому публичные слушания по проекту планировки прошли. Они ведут проектирование данных домов. И строительство уже неизбежно, потому что все правовые действия уже прошли. Поэтому строят они на своей территории. И зам руководителя корпорации выступал. Я думаю, что достаточно ярко. Я вот сам даже не знал, что в 2017 году мы получим миллиард рублей. Я даже боюсь представить, что мы за этот миллиард сделаем в городе. Это и дороги, и детские площадки, и спортивные площадки. Все, что о всем здесь говорится. И капитальный ремонт. По поводу Болжского шоссе. Хотел обратить внимание. Мы просто никогда не заостряли на это внимание. Только сегодня мы как-то переговорили, пока шли в публичные слушания. Ведь Болжское шоссе, реконструкция, оно было уже принято генеральным планом города Юбилейный. Почему сейчас этот вопрос поднимается? Запретить реконструкцию Болжского шоссе. Он уже был принят, генеральный план. То есть все мероприятия генерального плана Юбилейного транслированы в новый генеральный план Большого Королева. Поэтому мы уже говорили на публичных слушаниях. Четырехполосная дорога не нужна, но с учетом, что мы реконструируем, начиная от Болжской эстакады улицы Станционной до трех полос, уже проект планировки разработан. Уже его не сотрешь. Мы, как бы кто-то не хотел, два раза выступали против строительства Фрязинского эстакада через Фрязинский переезд. Ничего она тупить не будет, изымедляетельно ничего не будет. Это спасение для двух микрорайонов в связи с теми отменами пяти эстакад, которые у нас предлагаются. Дальше Московское, Болшевское шоссе, Тихонраво, эти улицы все будут расширены до трех полос. Не исключая, что можно и до двух полос расширить, соответственно, с реверсивной полосой. И многие выступающие поддерживают эту реверсивную полосу, безусловно, с разъездами на перекрестках, удобную для автомобилистов. Я думаю, что эти мероприятия мы все будем отстаивать и доказывать при проекте планировки и при проекте непосредственно расширения и реконструкции данных улиц. По Фрязинской эстакаде я уже сказал, что без нее, наверное, точно, это уже утопия, разговаривать дальше о генеральном плане, потому что связи города нет. Больше нет, не было и не будет. Машинный поток только будет возрастать, и без нее город точно встанет. По вопросу Оболдина, Оболдина, Каховки, Красный Хутор, водопроводчик, тоже предприятие, я хочу сразу сказать, что это не вопрос данного генерального плана. Это не вопрос данного генерального плана. Объясню, почему. Значит, мы на основании многосотенных жалоб и обращений в адрес администрации обратились в правительство Московской области еще в 2015 году. В 2015 году был объявлен конкурс на уточнение границ для выделения в состав населенных пунктов данных поселков. Данный контракт был выполнен, границы были уточнены, и в данный момент ведется согласование с правительством Российской Федерации. Из опыта мы консультируемся в главах архитектуры и зампредами правительства. Данное согласование может с правительством Российской Федерации достигать от двух до четырех лет. Но генплан нужен сейчас. Поэтому, чтобы не задерживать генплан, мы ведем параллельное рассмотрение вопроса проекта генерального плана и вопроса согласования уточнения границ. Данный вопрос находится на контроле у главы города и руководителей администрации. Мы будем добиваться вместе с вами до конца включения в границы населенных пунктов. И еще раз хочу сказать, что многие здесь почему-то думают, что администрация это делает для того, чтобы построить в национальном парке Лосиный остров какое-то жилье. Нет, мы хотим обеспечить правами наших пять-шесть тысяч граждан, которые там сторонние пользуются национального парка Лосиный остров. Такими же правами, как и жители города Королева. Чтобы они могли пользоваться своим имуществом, которое у кого-то 10, у кого-то 20, у кого-то и 70 лет уже в пользу. По туннелям, предложение построить два туннеля. Предложение не новое мы обсуждали. Есть более дешевый способ. Это строительство двух надземных переходов. И при реконструкции, соответственно, строительстве третьего-четвертого главного пути через РЖД будут, безусловно, предусмотрены от двух до четырех надземных переходов, которые позволят транспортную доступность, в том числе и для веломобильных, и маломобильных групп граждан пересекать спокойно РЖД. Я думаю, что это будет хорошим подспорьем тем эстакадам, которые будут отменены. Квартал Фрунзе. Еще раз хочу обратить внимание, и Валерий Аркадьевич здесь вот уважаемый, и Гришин Игорь выступал, еще некоторые люди выступали. Решение за собственниками. Если до второго числа не поступит иных каких-то решений от собственников жилья в данном квартале, то комиссия будет рассматривать те документы, которые есть. У нас есть протоколы общих собраний. Кто был вчера на рабочей группе Координационного совета, я достаточно четко и внятно сказал. Протоколы общих собраний не может проверить ни Гришин, ни Аголяр, ни Даниленко, ни Копцев. Есть для этого надзорный орган, Государственная жилищная инспекция. Если есть на то необходимость, мы буквально завтра передадим в Государственную жилищную инспекцию данные протоколы для проведения экспертизы данных документов. И Государственная жилищная инспекция даст свое заключение. Проведенные собрания правомощны или неправомощны. Поэтому рассуждения в эту сторону я прошу просто прекратить. И не надо поднимать руку, я все равно слова не дам. Более 78% собственников, ненанимателей собственников жилья данных микрорайонов высказались за снос. Но мы подождем, если что-то изменится, если поступят иные какие-то протоколы, иные какие-то решения, мы рассмотрим их на комиссии. И хотел еще обратить внимание, здесь выступали за реконструкцию данного микрорайона. Обращаю внимание, что фондом капитального ремонта, который у нас существует при правительстве Московской области, и все деньги, которые вы платите в Криво-Китанции туда поступают, если нет, конечно, собственного расчетного счета, фондом не предусмотрена реконструкция. Поэтому реконструкцию администрация провести не сможет данного района. Мы сможем провести только капитальный ремонт в соответствии с теми требованиями, нормами, которые предусмотрены правительством Московской области. И не более того, реконструкции не будет. Обращаю на это внимание, те, кто за и те, кто против, принимайте решение, приносите документы, будем рассматривать, дабы исключить какие-либо там кривотолки. Красный Хутор, сторонний пользователь, соответственно, Национального парка, Лосиный остров, 5,6 гектара, просят внести материалы генплана. Соответственно, мы готовы это сделать, так же вместе, как и с Оболдина, с Каховкой, водопроводчиком, торфопредприятием, в случае, если у вас есть все правоустанавливающие документы. Если правоустанавливающих документов нет, забыли, недополучили, председатель был повиноват, мы не сможем для вас сделать ничего. Вас никто не будет выгонять из Золотого острова, мы таких полномочий и прав не имеем, но при отсутствии документов мы ничего для вас сделать не сможем. К сожалению, закон для всех един. Есть документ, пожалуйста, нет документа, извините. Значит, по схеме ливневой канализации, сегодня очень много высказывалось, высказывалось, и, скорее всего, за, город тонет, микрорайонный юбилейный вообще, без ливневой канализации. Хочу еще раз обратить внимание, что нами в этом году будет разработана комплексная схема, так же, как и по тепло- и водоснабжению по ливневке, и мы, соответственно, мероприятиями генерального плана полностью город обязан за эти 20 лет покрыть сетями ливневой канализации и очистными для ливневой канализации. Сергей Витальевич в своем докладе говорил, у нас часть ливневых вод отводится вообще в национальный парк, в Синомостров, там нам всяческие препятствия чинят, поэтому и оттуда мы тоже очистные должны выносить, для того, чтобы можно было их обслуживать, чтобы город наш не тонул. По поводу увеличения численности здесь было сказано, и до 350, и до 300, и до 400 тысяч жителей увеличится в городе. Еще раз обращаю внимание, что в материалы генерального плана, в описательной части все прописано, численность на расчетный срок до 2035 года с максимальным строительством 650 тысяч человек, ой, 650 тысяч метров квадрата, которые предлагалось, сейчас уже осталось почти 300, с учетом публичных слушаний, в предложениях, численность возрастет до 264 тысяч, сейчас 221 тысячи, то есть это не 400 тысяч, и по поводу строительства 1,9 млн, 1,1 млн существующих разрешений, Юрий Анатольевич вам попозже на этом установится, скажет подробно и более компетентно. Значит, по предпринимателю, я выступал и компанией ТМА, мы, к сожалению, не знали о такой проблеме, при реконструкции Ярославки и ему пути подвоза, соответственно, и транспортной доступности перекрываются, мы разберемся, и, безусловно, от комиссии по проведению публичных слушаний напишем такое обращение в адрес Центра Магистрали, для того, чтобы обеспечили данного предпринимателя и других предпринимателей транспортной доступностью и не мешали их предпринимательской деятельности. Значит, по выступающей, здесь было двое или трое, по Лосиному острову, участки, которые забыли нанести, Лебедева, Людмила, Владимир, вот я себе записал там, и все, кто с ней там, четыре участка, которых не нанесли. Я, пожалуйста, прошу, ну, наверное, уже вы, я видел, подали обращение в комиссии по проведению публичных слушаний, подать это обращение, можно мне лично на почту написать, мы обязательно рассмотрим, обязательно внесем данные ошибки, я думаю, скорее всего, мы просто не могли знать, или у вас документов необходимых для вас не было. Так, по нормам РНГП, еще раз хочу сказать, что все нормативы, все нормативы и социальные, и по строительству жилья, соответственно, все рассчитаны из расчета 28 метров на квадратных, на человека, а не 22, которые сейчас здесь озвучивалось, и в частном секторе нам почти до 70 достигает. Поэтому 28 метров на человека, это норма РНГП, исходя из этого все нормативы по садам, по школам, поликлиникам, ФОКам, все было просчитано в материалы генерального плана из этих нормативов. И расчет, обращаю внимание, расчет социальных объектов, социальной инфраструктуры ведется не от жилой площади, не жилая площадь на 28 метров здесь, а общая площадь, застраиваемая тем или иным инвесторам, от общей площади, что увеличивает кратно, почти там, на 20% социальную нагрузку на застройщиков. Обращаю на это внимание. Дальше еще об этом остановлюсь. На этом. Еще раз возвращаюсь к Тихонраву, по ЛРТ, который пройдет по Тихонраву и ущемит интересы, вот была здесь целая петиция, многих предпринимателей, школы, сады. ЛРТ – это региональный объект. Юрий Анатольевич в начале наших публичных слушаний в ступидном слове сказал, что мы вчера были в правительстве Московской области, мы нашли выход из этого положения. Мы не вправе отменять ни улицу Кирова, которая объект регионального значения, ни ЛРТ, которая объект регионального значения. И они предписаны законом и приняты законом постановления правительства Московской области. Но мы договорились с правительством, что мы материалы генерального плана будем ходатастить, и они нам пойдут навстречу. Мы выносим срок строительства данной расширения улицы Кирова и, соответственно, ЛРТ за расчетный срок 2035 года. Это означает одно, что мы предлагаем не строить до 2035 года ни улицу Кирова, ни легкой рельсовой транспорции. Я думаю, что это удобное для всех предложение, как говорится, чтобы долго не спорить. По Папанинской даче, еще раз обращаю внимание, что так же, как и в деньплане бывшего города Юбилейном, так же и в проекте генерального плана, который мы обсуждаем, это реагляция, но там есть частные участки с 1996 года. 12 их, если не изменяет память, с ними мы поделать ничего не можем, мы будем провести переговоры. Конечно, администрация категорически против, мы направляем письма и в прокуратуру, и в следственный комитет, и неоднократно и будем направлять. Будем стараться не допустить строительства домов или иных каких-то объектов, как Папанинской даче. Это я вам официально заявляю. Все документы могу показать и переписку с прокуратурой и со следственными органами. По согласованию с ВГУП «Лосиный остров», с национальным парком, было ли согласование? Значит, еще раз обращаю внимание, что проект генерального плана размещен в федеральной государственной информационной системе территориально планированной Московской области, федеральной, и, соответственно, «Лосиный остров» также согласовывает, также в ВГУП согласовывает данные проекта генерального плана, согласовывает или не согласовывает. Он согласовал. Фрязинский переезд, вот здесь еще было мнение одно, я не могу не прокомментировать, что петля надземная, которая будет в Фрязинского переезда, она затруднит движение, а петля подземная, она ускорит движение. У меня, конечно, вы ходите с сарказмом, но мне кажется, это само собой разумеется, что одна и та же петля, что над землей, что под землей, движение будет одинаковое. Вторая смена. Было высказано много нареканий, что у нас вторая смена в школах. Мероприятиями проекта генерального плана полностью исключается вторая смена. Более 12,5 тысяч мест планируется построить для школьников. Также мероприятиями генерального плана, тут было озвучено, что в малообъектах спортивных предусмотрено более 480 тысяч квадратных метров плоскостных сооружений, это во дворах и на свободных территориях, под спортивные и детские площадки. Это как раз для нашей молодежи. По парковке для детсадок, которые построили для Мичурина, я услышал, что на пустыре можно организовать. Действительно, мы там уже и планировали организовать. Сейчас занимаемся вопросами нежелания, отводим этот земельный участок нашему муниципальному предприятию. И, безусловно, там сделаем парковку, и будет удобно, наверное, у школы парковаться при высадке детей. Зона отдыха и пикника, был озвучен опрос на окраинах города. Он уже неоднократно звучит, и на личную почту Игоря Анатольевича, главе города поступала. Мы, я думаю, что и на комиссии по муличным слушаниям, и, самое главное, на нашей рабочей группе по благоустройству Координационного совета должны, наверное, внимательно обсудить этот вопрос. Если есть такой спрос, если это улучшит нашу экологию, и тех граждан, которые гадят, извиняюсь за выражение, в нашем лесу засоряют мусором, если это позволит решить эту проблему, то администрация города только за, мы подберем такие места и выпустим соответствующие постановления. Но, безусловно, рассмотрев предварительно Координационном совете. Было высказано такое заявление, что цель генерального плана – это расселение Московской области. Еще раз обращаю внимание, мы не расселяем Московскую область, мы расселяем жителей из нашего ветхого фонда, жителей городского округа Королев, а не Московской области. Поэтому мы решаем проблему наших с вами жителей, граждан. Это наши граждане, мы обязаны это делать. Еще раз был задан вопрос по оболзанной, в какие сроки будет переведено оболзанной. Я уже озвучил, это длительная процедура. Но, и вам говорю, и тем, кто здесь присутствует еще, не исключает возможность, что эти процедуры вдруг, в каком-то истечении обстоятельств, будут приняты в момент, пока правительство примет решение по генеральному плану, и тогда это войдет в состав генерального плана. Воробьев обещал, Воробьев свои слова держит, поэтому он отслеживает лично. И когда глава поедет на строительный час по проекту генерального плана, безусловно, этот вопрос будет подним. Я не исключаю возможность, что в момент это все произойдет, и мы закрепим генеральным планом данную территорию. Не исключаю. Давайте все, больше в полемику не вступать. Значит, по социальному транспорту, то есть микроэнтекстильщик, я услышал, рассмотрим в Королев, рассмотрим на комиссии по безопасности движения, я думаю, что тоже найдем решение вопроса. Было озвучено, тоже хочу развеять какие-то сомнения, что пруд на Силикатное, это рекреационная зона. Это не рекреационная зона. Я вам категорически рекомендую там не купаться. Это технический отстойник водоканала. Это объект водоканала, и земля водоканала в аренде. Поэтому туда сбрасываются на отстой воды, и там всякие разнообразные химические элементы. Поэтому не надо там купаться, это не зона рекреации, и благоустраивать ее не надо. Значит, в очередной раз подняли вопрос по рассмотрению вопроса о присвоении культурно-исторической зоны поселка Валентиновка. Я еще раз говорю, мы с Юрием Анатольевичем это еще раз обсудили. Вообще великолепное предложение. Поэтому ждем, я слышал, разрабатывается уже концепция, ждем эту концепцию. Рассмотрим, безусловно, и мы в Координационном совете. И всячески администрация будет помогать для того, чтобы данная зона состоялась. Было высказано предложение создать рабочую группу и доработать генплан. У нас есть созданная рабочая группа архитектуры и градостроительства при Координационном совете. Поэтому не требуется создание никаких рабочих групп. Вы вправе принимать участие на любой рабочей группе, любой желающий, любой житель. Вы вправе требовать привлечения любых специалистов, строителей, застройщиков. И кто был, не дадут мне соврать. Мы приглашаем и муниципальные, и государственные органы власти. Мы приглашаем и быты, и рекпалату, и строителей. И всех заслушиваем и принимаются. Различные решения принимаются, но вопросы начинают двигаться с места. И Олимп, и Тарасовская, и Лесная Корона, и вопросы по безопасности дорожного движения. Все вопросы решаются, наверное, на таких рабочих группах. Не надо создавать никакие больше рабочие группы. Они есть. По честным сооружениям, в очередной раз еще скажу, я думаю, что здесь нет в зале проектировщиков со стажем, которые смогли бы спроектировать или проектировали в очистных сооружениях. Я этим вопросом вполне долгое время занимался. Современные очистные сооружения это не щелковские межрайонные очистные сооружения. Это не ямка с фекалиями, да? Это коробка закрытого типа, надземная и подземная. Это мембранного типа очистные сооружения. Иловые остатки вывозятся на полигон, они сбрасываются в реку. А жидкость, то есть вода, которая выливается из очистных сооружений, она очищается до степени рыбохозяйственных водоемов. Река Клязьма не является очищенной для рыбохозяйственных водоемов. Поэтому я вам это говорю. По поводу строить-не строить, у нас в городе должны быть очистные сооружения. И техническим заданием по генеральному плану предусмотрена ликвидация 100% дефицита с лучшей нервной инфраструктурой городского круга Королёв. Поэтому мы обязаны спроектировать. И, как я уже говорил, мы, поскольку это очень дорогостоящие сооружения, там более 4,5 миллиарда рублей потребуется инвестиций, таких инвесторов вряд ли найдется, на, как говорится, данную субстанцию. Поэтому мы выносим это за расчетный срок до 2035 года. Но землю резервируем. Чтобы ни у какой власти, будущей, следующей, через 3 поколения не было сомнений, что там можно построить, или желание построить там многоквартирный дом в Поймерике и Клязьме. Значит, по поводу ВЗУ. У нас было озвучено, и в очередной раз как-то некорректно. ВЗУ в охранной зоне кладбища. У нас не строится в городе ВЗУ в охранной зоне кладбища. Для этого есть САНПИН, для этого есть масса согласующих органов и масса заключений, которые выдаются для строительства ВЗУ. Поэтому я хотел просто обратить внимание, что некорректно говорить, что ВЗУ строится на кладбищах или в охранной зоне. Значит, по комитетскому лесу, 43-45 кварталу, еще раз обращаю внимание, вчера мы на рабочей группе Координационного совета этот вопрос подняли. В пятницу приглашаю всех, вид разрешенного использования. Несколько видов было предложено, мы должны на рабочей группе принять такое решение, выйти на Координационный совет и, соответственно, потом дать поручение нашему управлению землепользуемой такие виды разрешенного использования, соответственно, отмежевать и принять, оформить. Так, по медицине, какая-то вот прям наглая неправда была озвучена, что не решается генплана вообще вопроса медицины. Материалами и проектами генерального плана решается 100% дефицита медицинских учреждений, поликлиники и колькоместных, 100%. Помимо этого, Юрий Анатольевич, я думаю, что об этом скажет, ведется громадная работа по капитальному ремонту данных сооружений. По поводу школ, громадная неправда, в очередной раз могу сказать, что опять вы говорите, что ничего не делается. У нас школа на Пионерской в этом году сдается раз, у нас сейчас строится школа на Валентиновке-2, проект уже почти готов на Бургова-3, первомайка школа, которую я вам озвучил, проект заканчивается и будет строиться, что это это 4, золотые ворота будут закладываться в третьем квартале, это 5. Только 5 школ в ближайший год. В ближайший год 5 школ или будет завершено, или начнется активное строительство. По поводу, что почему на золотых воротах нельзя построить школу на полторы тысячи мест, а мы там проектируем на 1100. Нормами САМПИНа запрещено строить более полутора тысяч мест для учащихся. Если есть желание, посмотрите, пожалуйста, САМПИН. Значит, было предложено разработать новую процедуру разработки генерального плана при участии жителей разработки технического задания и проектирования соответственно генерального плана. Обращаю внимание еще раз, вопросы генерального плана, вопросы технического задания. Это полномочия правительства Московской области. Правительство Московской области. Ни жители, ни администрация не имеют права вмешиваться в этот процесс. Поэтому не надо выдумать, изобретать велосипед. По поводу Маяковского уже было сказано десятки раз, Игорь Анатольевич говорил, я не знаю, почему поднимается в десятки раз этот вопрос, и сегодня опять он обсуждался. Вид разрешенного использования мы определим на комиссии, безусловно, по данному участку. Игорь Анатольевич еще отдельно остановится на этом вопросе. ДСК-160, это земля частной собственности группы компании ПИК. Там изначально, еще раз обращаю внимание, было предполагалось многоэтажное строительство, более 180 тысяч квадратных метров от 17 до 25 этажей. Принято решение там ничего не строить, зона останется, будет общественно-деловая, общественно-деловая застройка. Там будут построены торговые и деловые центры. Соответственно, площадь данного участка 12 гектар, 7 гектар собственник оставляет себе под общественно-деловую застройку и 5 гектар передает для города. На тех 5 гектар предполагалось построить муниципальный цирк, но мы выносим предложение об исключении. Клуб «Любовь», который у нас находится на той стороне, предложено включить генплан. Еще раз обращаю внимание, это не вопрос генерального плана, это вопрос частный, и его надо рассматривать в соответствии с действующим земельным законодательством. Сроки пересмотра генерального плана и когда новый генеральный план будет опубликован. Еще раз обращаю внимание, мы рассматриваем проект генерального плана, мы предлагаем, мы публикуем до 2-го числа обязаны опубликовать единый протокол и результивную часть, соответственно, заключения, и далее мы направляем в правительство для рассмотрения в профильных министерствах и ведомствах. Когда все процессы согласования закончатся, соответственно, вы увидите генеральный план с теми изменениями, которые мы предлагаем. было предложено субсидировать покупку квартир для молодых сотрудников в новых домах. Но, наверное, не для никого секрет, что коммерческая стоимость жилья у нас в городе колеблется от 73 до 100 тысяч рублей. А речь идет о строительстве в себе стоимость 47-51 тысячу. То есть где взять эту разницу на покупку? И ни один застройщик не продаст ни одной нашей корпорации, в том числе КТРВ. За 51 тысячу никто не продаст. Смысл строить, если не получать коммерческую прибыль? То есть вопрос просто немножко, мне кажется, некорректен. У нас рыночная цена в городе, ее никто занижать, я думаю, что не планирует. Был данный вопрос, что такое согласительная комиссия. Согласительная комиссия создается в том случае, если затрагиваются интересы нескольких муниципальных образований. У нас в нашем проектном генеральном плане не затрагиваются интересы нескольких муниципальных образований. Могу только еще раз вернуться к тому, что я уже сказал. Проект генерального плана внесен в ГИСТП, в информационную систему. И все ближайшие города, которые с нами граничат или имеют общие границы, все данные проекта генерального плана согласовали. По поводу общественного транспорта, вот хотел сказать, здесь много звучало сегодня, пересаживайтесь на велосипеды, развивайте общественный транспорт, надо развивать, развивать, мы с вами в результате публичных слушаний зарубили все расширения и реконструкции, предложенные институтом генеральных планов, как раз для развития общественного транспорта, все эстакады, куда мы его с вами будем развивать. Ведь общественный транспорт должен ездить по дорогам определенного профиля. И он не может ездить по узким улочкам или между машинами. Поэтому это будет делать сложнее, но общественный транспорт, безусловно, будем велосипедный транспорт развивать. Был задан вопрос, сколько инвестиционная составляющая. В настоящий момент инвестиционная составляющая для застройщиков не 60%, не 70%, это в районе 10%. Почему? Потому что застройщик еще оплачивает подключение к теплу, воде, электро, газу, все коммуникации, которые необходимы, он тратится на коммунальную инфраструктуру. Это раз. И второе, он несет полную социальную нагрузку по всем нормам РМГП, по строительству школ, садов, поликлиник, объектов всей социальной инфраструктуры. Поэтому у застройщика изначально нагрузка уже при строительстве до 40% доходит. До 40%. Это очень большая нагрузка. Сейчас губернатор очень большую планку установил, застройщики воют, но мы стараемся, чтобы хотя бы они завершили то строительство, которое есть. Я думаю, что с такими нормами больше строить никто не захочет. Так, еще раз был задан вопрос по Лосиному острову. Еще раз хочу обратить внимание. Лосиный остров – это национальный парк. Он находится в границах нашего городского округа, но не является землями поселений. Это национальный парк. Мы на него не претендуем, мы его не трогаем. Мы оттуда выносим только те поселки, о которых мы беспокоимся, о жителях этих поселок, о которых беспокоимся, и СНТ, соответственно, в границе населенного пункта, для того, чтобы у них появились права. Значит, был задан вопрос, что будет, если генплан не принят. Если генплан не будет принят, то, безусловно, с 1 января 2017 года будет запрещена любая застройка на территории города, в том числе и социальная. Было на предыдущем высказан такой аргумент, типа, а что вам сейчас мешало без генплана строить социальные объекты? Не было этой поправки к закону генерального плана, соответственно, сейчас она есть, и она запретит строить в том числе и социальные объекты. Поэтому, принимая то или иное решение и высказывая здесь за или против проекта генерального плана, надо думать, что и школу мы не сможем построить. По пробкам, которые были озвучены, решить пробки в городе можно светофорами. Ну, я уже в городе занимаюсь полтора года, достаточно сеть хорошо знаю, дорожные и светофорные. Я могу сказать откровенно, и комплексную схему организации дорожного движения мы разрабатывали в процессе вместе с генеральным планом, что светофорами не решить проблему пробок. По поводу реконструкции с улицей Станционной, еще раз хочу обратить внимание, проект планировки разработан, три полосы, тротуар, шумозащитные барьеры, освещение, ливневая канализация, ливневые очистные. То есть это все предусмотрено, безусловно, с изъятием части жилищного фонда. Так, значит, был задан вопрос, что приняло вчера решение, какое приняло решение рабочая группа Координационного Совета по многоэтажному жилищному строительству. Хотел обратить внимание, рабочая группа не принимает решений. У нас это в положении прописано. Рабочая группа Координационного Совета вырабатывает предложение для Координационного Совета, а Координационный Совет вправе обратиться уже в Совет Депутатов с предложениями по тем или иным изменениям. Поэтому такие предложения на рабочую группу вчера были сформированы. Все предложения, которые были сформированы на предыдущих рабочих группах в течение этих двух месяцев по вопросам проекта генерального плана, мы все их сформулируем, проведем до 2 июня Координационный Совет, и такие предложения в Совет Депутатов направим, в том числе правительство Московской области и разработчикам генерального план. По мосту, вот здесь мужчина, кажется, не помню, задавал, по улице Солнечной на Кирово, через Клязьбу, он как-то вопрос ушел, и мы его не поднимали. Я вам обещаю, что мы его рассмотрим предварительно, с учетом тех изменений по Кирову, да, и, может быть, действительно, он уже нецелесообразен, но нам деньги на него тратить точно не будет целесообразен. Я вам обещаю, что мы его рассмотрим на ближайшей группе и на комиссии по публичным слушаниям. Вот хотел Ганкевичу, Аркадию Викторовичу сказать, мне сегодня бегло от микрофона к микрофону, уважая его возраст, уважаю, что он почетный архитектор, правда, не знаю, что в городе он 40 лет архитектурировал, что город в таком состоянии. Он обвинил администрацию и институт генплана в фальсификации данных. Я хотел бы его с уважением возраста предостеречь таких высказываний. Я бы хотел его, наоборот, сказать, чтобы он говорит неправду. Он не представил ни одного расчета, ни на одно свое слово. И данные, которые он говорил здесь, что идет фальсификация, обман, метры, квадратные нормативы, он говорит полную неправду. Если он мне предоставил хоть один расчет в подтверждение своих слов, я обязуюсь выступить и вынести это на комиссию, вернее, на наш коррекционный совет и публично всем это показать. Нет никакой неправды, расчеты все достоверны. И расчеты сделаны из расчета 28 метров от общей площади, от общей площади строительных объектов. Я же говорю на камеру, пожалуйста, передавайте. Рассмотрим вопрос. Я просто уверен, что он не прав в 99% своих вопросов. По Поле Гастаево по микрорайонам скажу однозначно. Микрорайон существует, у него есть юридический адрес у каждого из домов. Жители микрорайона прописаны в своих домах. Вид разрешен используя многоэтажное жилищное строительство. Поэтому это тоже недостоверно. Средни были сказаны. Все процедуры, которые необходимы были, в том числе проект планировки был разработан, все процедуры были проведены надлежащим образом. Вопрос был поднят по охранным зонам Акуловского водоканала. Значит, еще раз обращаю внимание, что разработчиками института генерального плана охраны зоны Акуловского водоканала и первого и второго пояса нанесены в соответствии с действующим санпином. Вы также можете с ним ознакомиться в интернете, в письменном виде в библиотеке посмотреть. Первая зона, соответственно, защитная зона, она для закрытых водоканалов она 50 метров. Соответственно, вторая зона, все было правильно сказано, это 1 километр. Дальше, значит, по геологической карте. Я, конечно, по образованию не геолог, было высказано, что она не в том масштабе. Она и не предусмотрена вообще техническим заданием по генеральному плану, хотя она приложена. И масштаб ее 50 тысяч приложен, то есть для этого требования никаких технических заданий не указывалось, поэтому такие не требовалось уточнений и более крупный масштаб. По поводу Держинского 30А, то, что он рушится, наклонился, здесь женщина выступала, обязательно проведем в ближайшее время экспертизу. нашему муниципальному предприятию УЕС я такое поручение уже поручил, он выйдет, продет экспертизу, и, соответственно, будем принимать решение после того, как будут результаты экспертизы. Задан был вопрос, что такое 9+, сколько плюсов? Ну, в Красногорске строят до 44 этажей, поэтому 9+, предразумевает 44 этажа. Я, конечно, говорю это с сарказмом, 9+, это значит, на схеме отражается зона, та, которая, безусловно, определяется предельными параметрами строительства, и определяется правильной землепользованной застройки, которая сразу после проекта генерального плана и утверждения генерального плана будут разработаны в нашем городе, и мы их тоже будем выносить на слушание, и тоже будем обсуждать и на Совете Депутатов, и на Координационном Совете. Далее разрабатывается проект планировки территории, который также определяет этажность конкретного района. По ГСК-сигналу, я уже, наверное, сказал, то, что ЛРТ выносится, я могу только подтвердить, что мы с таким предложением вышли в правительство Московской области, и правительство нас поддерживает. Что касается того же вопроса в лицах ГСК-сигнал, то, что все ГСК на территории города, в писательной части прописаны, они будут модернизированы и будут реконструкции, да, это так. У нас 25 тысяч парковочных мест, нам некуда их больше размещать, город уже построен, поэтому мы будем надстраивать существующие, реконструировать, предлагать реконструировать существующие гаражно-строительные кооперативы, соответствующие инфраструктуры для обслуживания автотранспорт. Я коротко постарался ответить на все вопросы, которые я сегодня пометил. Юрий Анатольевич ответит на остальные вопросы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.